Без него мы не сможем. Я как раз хотел его попросить прокомментировать насчет долготы, но мы не сможем. Продолжение следует... 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 Человек должен трудиться для удовлетворения Яги, то есть Вишну. Идеальное общественное устройство, называемое Варнашрамадхармой, предназначено исключительно для удовлетворения Вишну. Поэтому в данном стихе Кришна говорит, «Всеми жертвоприношениями наслаждаюсь я, ибо все принадлежит мне». Однако, не ведая об этом, глупые люди поклоняются полубогам ради приходящих материальных благ. Поэтому они постоянно влачат материальное существование и не достигают высшей цели жизни. Если у человека остались какие-то материальные желания, ему лучше просить исполнить их Верховного Господа, хотя это нельзя считать чистым преданным служением, и он получит все, чего желает. ОМ ГИНАТИ МИРАНДХАСЬЯ ГИНАНДЖАНА САЛАКАЯ ЧАКШУРУНМИЛИТАМЬЕНА ТАСМАЙШРИ ГУРАВЕ НАМАХА ШРИЧЕТАНЬЯ МАНО БХИСТАМ СТАПИТАМЬЕ НА БХУТАЛЕ СВАЯМ РУПАКА ДАМАХЯМ ТАДАТИ СВАПАДАНТИКАМ ХЕ КРИСНА КАРУНА СИНДУ ДИНА БАНДХА ОДЖАГАТ ПАТЕ ВОПИСЯ ГОПИКА КАНТА РАДХА КАНТА НАМОСТУТЕ ТАПТА КАНЧНА ГОРАНГЕ РАДХЕ ВРИНДА ВАНИШВАРИ ВРИШАБХАНУ СУТИ ДЕВИ ПРАНАМАМИ ХРИПРИЕ ВАНЧА КАЛПАТАРУ БЬЯЩЧА КРИПА СИНДУ ПЬЯЕВАЧА ПАТИТАНАМ ПАВАНЕБЬО ВАЙШНА ВЕБЬО НАМО НАМАХА ШРИ КРИСНА ЧАЙТАНЬЯ ПРАБХУНИТЬЯ НАНДА ШРИЯ ДВАЙТА ГДАДХАРА ШРИВАСЯ АДИГОРА БХАКТА ВРИНДА ХРИ КРИшНА ХРИ КРИШНА ХРИ РАМА ХРИ КРИШНА КРИСНА ХРИ ГРАМА Рама 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 Продолжение следует... 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 молочные продукты, топленое масло и йогурт. Когда Господь удовлетворился предложенным Ему жертвенным животным, в кавычках, в мире появились разнообразные виды полезных живых существ. Среди птиц это павлины, попугаи, голуби и прочие пернатые. Среди обитателей леса особенно ценятся черные олени Кришна-Сара и некоторые другие животные. Среди домашнего скота первостепенную роль играют священные коровы. При альтернативном переводе слово «ва-я-вья» конкретно указывает на белых животных, таких как белые коровы, которые считаются особенно ценными. Вдобавок, при таком прочтении слово «на-ранья» сообщает о появлении в мире рыб и различных иных водоплавающих особей. Вадираджа Тиртха раскрывает еще один трудноуловимый пласт смысла данного стиха. Поскольку буквально все должно предлагаться Богу, в обсуждаемом тексте можно выявить следующий символизм. Предлагаемый в жертву йогурт – это неодушевленные объекты мира, тогда как топленое масло – это наделенные сознанием живые существа, которые подобны огню, сокрытому в очищенном масле. К лесным животным можно отнести духовных людей, удалившихся от сует и треволнений мирской жизни. Тогда как домашние животные – это сансарины, то есть личности, ищущие счастье во временных материальных удовольствиях и приобретениях. Слово «вая вьян» указывает на «ваю», «варуну», «агни» и других полубогов, управителей десяти сторон света, выполняющих свои обязанности ради удовольствия Господа, и потому они тоже могут быть рассмотрены как жертвенные животные. Сказуемое «чак-кре» совершил имеет форму единственного числа. Это еще одно подтверждение того факта, что первым ягью совершил в уме именно Брахма, а все остальные полубоги лишь последовали его примеру. Мантра «тасмаат яджнат сарвахутага» «тасмаат яджнат сарвахутага» «тасмаат из этой яджнат из яги» «сарвахутага» «сарва все» «хутага» – это подношение «тасмаат яджнат сарвахутага» «тасмаат яджнат сарвахутага» «тасмаат из этой яджнат яги» «сарвахутага» «все хутага», «все жертвоприношения», «хутага», «все подношения» «сарвахутага» «самбритага» «самбритага» «возникли» Тасмат, яджнат, сарвахутага, самбритам. И дальше перечисление. Пришат, йогурт. Аджем, топленое масло. А потом пашумш, животные. Тамш, чакре. Пашумш, тамш, чакре. Тасмат, яджнат, сарвахутага, самбритам, пришат, аджем. Из этой яги все подношения возникли. Йогурт, масло. Дальше другая как бы смысловая строчка. Пашумш, тамш, чакре. Животных тех, пашумш, пашумш, животное, пашумш. Зверей. Пашумш, тамш, чакре. Сделал. Зверей тех сделал. Каких зверей дальше? Перечисление. Ваявьян, ваявьян, небесных, араньян, лесных, грамьяш, домашних. Чае. Те, которые. Пашумш, тамш, чакре. Зверей тех сделал. Каких зверей? Ваявьян, араньян, грамьяш, чае. Тех, которые называются небесными, лесными и домашними. Тасмат, яджнат, сарвагутага, самбритам. Из этой яги все подношения возникли. Пришат, аджьян, йогурт, масло. Пашумш, тамш, чакре. Там. Тамш. Этих животных создал. Ваявьян, араньян, грамьяш, че. Небесных, лесных, домашних. Почему животные идут сразу за йогуртом и маслом? Почему вообще все это тут возникло? Потому что это ингредиенты яги. То есть, здесь Пуруша Сукта дает обратную картину возникновения Вселенной. Эта Вселенная приносится в яги, в жертву. Но она сама возникла из жертвы. И все, что в этой Вселенной приносится в жертву, это возникло из жертвоприношения. Мы видим, как мы льем масло в жертвенный огонь. Но на самом деле, это масло возникло из этого жертвенного огня когда-то. То есть, что мы делаем? Ну, как бы возвращаем, да, а по-другому еще скажу, по-другому потом. Потом звери в небе летают, в лесу, дома. Они все пригодные в жертву. В едические времена зверей приносили в жертву. Мы этого не отрицаем. Звери тоже были ингредиентом жертвоприношения. Но они тоже вышли из жертвоприношения. Они были созданы в процессе жертвоприношения для того, чтобы быть принесенными в жертву. И сам Пуруша приносит себя в жертву, в этой Пуруша-сукти. Все создается здесь из жертвоприношения для того, чтобы участвовать в жертвоприношении. Вы представьте себе мысль на эту картинку. Вот брахманы приносят жертвы, читают. И читают они мантры о том, что вот это то, что они приносят в жертвенный огонь, оно вышло из жертвенного огня когда-то на заре времен. Такова ведическая картина возникновения мира. Вышла из жертвоприношения. Из какого-то изначального жертвоприношения в начале времен, жертвоприношения Пуруши, проявилась эта вселенная. И звери возникли. Лесные, водные, небесные, домашние звери. У наших ученых другое представление о том, что как возникли звери. Они сначала амебы плавали в этом океане, потом они выползли на сушу. Потом некоторые поселились в лесах, другие отрастили себе крылья. Постепенно. Это очень важно. Постепенно отращивали себе крылья. Была ящерица. И в какой-то ящерице произошла мутация. И появились еще не крылья, но такие как бы странные перья. Но она почему-то выживала, закрепляла свою мутацию. И через миллион лет у нее появились крылья, и она полетела. Почему-то за этот миллион лет эти уродливые ящерицы, которые не умели летать и не имели никаких... И вот такими какими-то непонятными отростками на спине бегали, не вымерли, ничего с ними не случилось. Наоборот, они миллион лет отращивали крылья, потом они полетели. Вот такое представление. Тоже по-своему сказочное. Мы не можем понять, как это... Или, допустим, как постепенно жабры сменились на легкие. Как это могло произойти постепенно? Как постепенно могли вырасти крылья? Вот именно постепенно. А в эволюции они должны вырастать постепенно, потому что с помощью накапливаются мутации. То есть вот из ящерицы одномоментно не может получиться птица. Такая генетическая мутация непредставима. Чтобы вот была ящерица, высадила она яйцо, как-то и сама ящерица появилась, трудно понять, да? Ну ладно, допустим, появилась ящерица. Начнем с ящерицы. Она высадила яйцо, яйцо потом раскалывается, хоп, там птичка. Такая мутация. И уже главное полетела сама. Нет, это невозможно. Ученые говорят, нет, это невозможно. Это постепенно накапливалось. То есть сначала появилась такая уродливая ящерица, у которой были какие-то отростки. А потом эти отростки почему-то, вообще, в принципе, по их же законам, вот такие уродливые твари должны погибать. У которых непонятные отростки, которые только мешают жить. Но почему-то они закреплялись и за миллионы лет превратились в крылья. Я это не к тому говорю, что эта теория вообще какая-то не имеет места, не может иметь места. Она может иметь место, но это тоже вопрос веры. Это вопрос веры. Это вот надо поверить. То есть я верю в эту концепцию мира. И человек, принимая какую-то концепцию мира, он всегда вынужден идти на некоторые уступки своей логики. На некоторый компромисс. Человек принимает мировоззрение. Я принимаю мировоззрение Дарвина, материализма. Я понимаю, что не все стыкуется. Вот крылатые ящерицы. Никак. Но я принимаю это. Я иду на некоторый компромисс, чтобы сохранить свое мировоззрение. И так в любом мировоззрении. Принимаете вы мировоззрением марксизм, допустим, борьба классов. Что-то не согласуется. Но вы говорите, нет, я принимаю мировоззрение. Некоторые вещи, может быть, другую, какой-нибудь капиталистический либерализм принимаете. Тоже ничего не согласовывается. Но мне это нравится. Я принимаю. Пока не нашли ни одного ископаемого остатка полукрылатой ящерицы. Нет. Искали? Нет. Есть ящерицы, потом уже крылатые. Нету вот этих остатков, вот этих, как постепенно вырастали крылья. Нет. Но мы делаем такое у себя в уме. Ну, потом, может быть, найдут. Наука же продолжает. Или какая-нибудь возникнет теория, которая лучше это объясняет. Потому что, в принципе, теория Дарвина многое объясняет правильно. И на некоторые логические нестыковки мы готовы закрыть глаза. Как с полукрылатыми ящерицами. И многими другими вещами. Поэтому, в принципе, все люди, люди верующие. Просто веруют в разные вещи. Но мы верим ведом. С нашим умом и логикой тоже это не всегда согласуется. Мы не можем, например, понять, как это все, вот, масло и йогурт возникли из жертвоприношения на заре времен. Но мы принимаем парадигму. И в эту парадигму многое вкладывается. А то, с чем наш ум как бы не соглашается, мы хорошо можем сказать своему, дай мне другую теорию. Дай мне другую теорию, в которой не будет изъянов и которая, тем не менее, вытащит меня из этого материального мира. Дай. Дай. Я не против. Принеси мне другую книжку. Другой книжки ум принести не может. Если мы возьмем другие религиозные книжки, то лучше их в руки не брать, если мы хотим сохранить здравый рассудок у себя. Однако же, чем больше мы, как бы, понимаем внутренний смысл ведических писаний, тем меньше остается даже логических противоречий. Как в яге были созданы, как в яге были созданы ингредиенты для яги. Дело в том, что наш мир, он не настоящий. Он, ну, как бы, не совсем настоящий. Не то, что не настоящий, он не совсем настоящий. И когда мы начинаем в нем разбираться на очень глубоком уровне, то как бы не можем найти какой-то реальной основы. Вот сейчас идут эксперименты, ученые на субатомном уровне изучают материю. На субатомном уровне. И вот заметили такое явление. Две парные частицы ведут себя одинаково. Вне зависимости от того, сколько между ними расстояния. Там, 10 микрон, 10 метров или, например, километр. Что для субатомных частиц это невероятно, да? Или даже если они находятся в разных галактиках, ну, разные галактики мы замерить не можем, опыт поставить, а в нескольких километрах поставить можем. Так вот, они ведут себя одинаково. Как по команде. Одна повернулась или повернешь ее каким-то воздействием, другая туда же. Так, одна, другая, да, это туда же. А между ними 10 километров. Какая между ними связь? Современные приборы не могут установить никакое магнитное поле между ними. Что? Лучи какие-то. Что? Как они сообщаются друг с другом? Как, почему они синхронно ведут себя эти частицы? Последняя научная гипотеза состоит в том, что на самом деле, вот то, что эти частицы существуют раздельно, это некоторая иллюзия. Вот это наше пространственно-временное восприятие этих двух частиц в разных местах, это иллюзия. На самом деле, это одна частица. Поэтому она и дает одинаковые результаты. А еще, если глубже посмотреть, почему она ведет себя, что на самом деле, вот эти две частицы, на которые мы смотрим, они обе ненастоящие, они отражения третьей частицы в неизмеряемом мире, поэтому они просто реагируют на, как бы... И ученые не могут это написать формулой, но говорят, как бы, примером, да. Это вот, если, говорит, поставить два зеркала, и сверху летит птица. Смотрите, две птицы летят, причем летят вообще просто синхронно. Как так они могут? Вы разнесли эти зеркала на много метров, а птицы все так же синхронно летят. Вот они там летают, как вот крутятся, одна так же крутится, и другая так же крутится. Вы смотрите на это зеркало, как так получается? Что связывает этих двух птиц? Потому что вы думаете, что эти птицы настоящие, а на самом деле этих птиц просто не существует. Есть птица в небе, а это отражение. Вот такая теория, красивая, но бесполезная, объясняющая поведение этих частиц, действительно принята физиками. Я иногда думаю, что современная наука и техника, они были Богом созданы для того, чтобы нам дать больше возможностей для метафор, аналогий и примеров. Кроме птиц и зеркал, мы сейчас ведь очень много можем придумать. Да и эта метафора является другой метафорой, потому что само поведение этих частиц тоже является метафорой чего-то другого. Правильно? А у нас, раньше вот у мудрецов, чтобы свои правительские какие-то вещи другим людям рассказать, у них очень был набор узких образов, чтобы людям было понятно. Ну, там, лужа и солнце, змея и веревка, глина и кувшин, ну, блин, и все. Потому что, блин, ну ничего же не было больше. Только кувшины, лужи, веревки, еще же не было вообще. А теперь у нас столько всего есть. И это все метафоры. Например, телефон, мобильный телефон. Это же прямая и явная метафора человека. Что главное в мобильном телефоне? Связь, да? Возможность связываться. Где находится эта связь в телефоне? Где вот эта его суть находится? Где? Не в телефоне. Не в телефоне. В некотором смысле, вот то, что мы говорим, что душа находится в теле человека, это с одной стороны так, да, душа находится в теле человека, в области сердца, одна десятитысячная, там, часть кончика волоса и так далее, да. Но это как бы одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, и в Хагаватам тоже есть и такие стихи, о том, что на самом деле ее нет в теле. Ну, по большому счету, духовная душа не может находиться в материальном теле. Это вот некоторое такое допущение, с которого начинается материальная жизнь. Что душа может быть в этом теле. Вот в некотором смысле ее здесь нет. Вайшнавские писания не очень сильно акцентируют этот момент, потому что для неподготовленного человека это может привести к имперсонализму. Но духовная правда такова, что вот это как бы некоторая такая иллюзия, что душа находится в теле. По большому счету, ее здесь нет. Точно так же, как в телефоне нет связи. То есть, чего душа? Сознание. В телефоне нет сознания, нет связи. Она находится вот где-то в другом месте. Когда вышка отключается, телефон не звонит. Почему он не звонит? Ученые могут разобрать телефон и найти, а мы знаем, где находится связь в сим-карте. Но они не понимают, что есть какая-то вот... Они очень хорошо, они вот сим-карту разобрали. Мы все, мы знаем, мы знаем. Все происходит, потому что вот так вот электрические токи двигаются по микропроцессору сим-карты. Это же понятная аналогия. Совершенно точно так же. Они разбирают наш мозг и говорят, вот так вот химические процессы в мозгу происходят, электрохимические. И так вот происходит сознание. Да, вот можно вот сим-карту тоже вот так вот там. Там же микротоки электрические идут. Вот и поэтому все происходит у нас, правильно? Ну, звоним. А потом вдруг сеть выключается, блин, как сим-карта та же самая. А что-то токи не идут. Не идут токи, и все. Точно так же, когда человеческое тело отключается от источника сознания, по той или иной причине. Бывает, потому что оно сломалось. А бывает просто потому что... А бывает наоборот, понимаете? Бывает, оно ломается потому, что пришло время отключиться. В этом, поэтому же говорят религии, что момент смерти человека, он положен просто. В какой-то момент он придет. Если даже в этот момент будет тело здоровым, ну, значит, сломается что-нибудь. Это иногда может быть не причиной того, что связь потеряна, а следствие, связь потеряна и выходит из строя. Вот телефон, прекрасный пример, да? Раньше не было такого примера у мудрецов. Объяснить, что мы как сотовый телефон. У нас только симка, у нас только принимающий механизм. В нас на самом деле настоящего сознания нет. Если мы отключаемся от системы, то все. Это тело – это просто набор химических элементов, когда оно отключено. Или вот телевизоры. Раньше телевизоров не было. Сейчас телевизоры есть. Тоже ведь понятна эта аналогия, что мы смотрим, и что-то там происходит. Но происходит-то не здесь. Не здесь, где мы это смотрим. Да, это может быть и происходит, но не здесь. А в другом месте. Это как идет трансляция, да? Мы смотрим, в этой коробке пластиковой что-то происходит. Но там ничего нет на самом деле. Там нет этого леса, который нам показывают. Этих зверей, которые там нам показывают. Там передача в мире животных. Лес, какие-то звери, путешественники, идет лианы. Это все есть, но не здесь. Здесь этого нет. Здесь просто коробка стоит, прием. Создает иллюзию. Точно так же этот материальный мир нам просто показывает искаженную реальность, которая есть, но не здесь. И все, что он нам здесь показывает, любовь, дружба, гнев, схватки, развлечения, купание в реке, все что угодно. Это все есть, но не здесь. Торс – это просто телевизор. Или еще можно сказать, что это некоторая отраженная реальность. Здесь у нас реальность не настоящая, отраженная. Она, реальность, существует. Она не здесь существует. Она в другом месте. А мы живем в мире отражения. Поэтому так символичен обряд жертвоприношения. Знаете, в зеркале ведь все наоборот. И тот, кто отражается в зеркале, он на самом деле по-настоящему кушает. А отражения нет. И вот в этом мире мы находимся в такой ситуации, что мы пытаемся кормить отражения. А Кришна говорит, я источник всех отражений. Я. Я вот та передача, которую транслируют на все каналы. Если вы поднесете мне листок, цветок, плод или воду, то на всех каналах Вселенной появится изображение о том, что все кушают, пьют и все это происходит. Если вы пытаетесь отдельно кормить каждый телевизор, вообще ничего не произойдет. Ягья – это такая практика, которая дает реальное осознание того, что мы живем в нереальном мире. И, соответственно, мы должны делать естественно те действия, которые кажутся неестественными. Например, вот у нас масло, ложки. Кажется, естественно, положить его в свой рот. Да? Но мы кладем его в огонь. Потому что понимаем, что мы находимся в ненастоящей реальности. Мы возвращаем. Мы возвращаем полученное. Понимаем. У вас здесь нет. Нет никакого масла. Нет никакого рта. Нет никакого меня, который доктором Яге Тапасом. Нет никакого меня, который может насладиться маслом. Хоть я его выпей бочку. Меня нет. Меня нет, как наслаждающегося. Я не существую. Я отражение в зеркале. Я должен найти источник. Я должен найти дорогу к источнику. И вот эта практика жертвоприношений, она устанавливает связь отражения с источником. Мы зеркалим свои действия. Мы возвращаем их к источнику. И в какой-то момент мы должны понять природу того мира, в котором мы находимся. Его иллюзорную зеркальную природу. должны понять, что реальность здесь есть, но она существует не здесь. И такая практика в итоге приводит человека в настоящую реальность, которая существует. Потому что птица есть, но она не внизу. Она не в отражении, не в этом зеркале. Наши все здесь споры в материальном мире об истине, они подобны тому, как вот много разложено зеркала, лужи, водоемы, все, маленькое зеркало, большое зеркало, и люди смотрят. Здесь, птица настоящая здесь, здесь настоящая птица. Нет, у тебя очень маленькое зеркало, не видно всю птицу. У меня зеркало гораздо лучше. Вот здесь, вот, видишь, птица у тебя даже не помещается. Вот здесь у меня, нет, ваше зеркало, вот у меня озеро, видите, на его глади видна, вот здесь, в этом озере птица, смотрите. И вот люди спорят друг между другом. А птица есть, но она в небе. Она ни в одном из зеркал, ни в луже, ни в озере. Птица, она в небе. Здесь находится только ее отражение. И существует только один способ познать истину. Какой? А? Вы не могли посмотреть. Вот в ведической логике единственный способ познать истину, это стать истиной. Истина – это сад. Да? И человек, который познал истину, тоже называется сад. Познать истину можно только став истиной. Невозможно ее как-то ментально прижучить, вывести какую-то формулу. Можно только самому стать истиной. Истина – это духовное существование. Войдя в духовное существование, человек становится истиной. И таким образом познает истину, становясь ее. Вот путь, который для этого предлагают веды, это путь жертвоприношения, путь яги. истиной. Когда мы повторяем имена Кришны, это главная ягья в этот век. И мы соединяемся с настоящим источником всех отражений. когда мы совершаем другую деятельность в духовном сознании, направленную не на удовлетворение своих чувств, а на удовлетворение яги вишну. Потому что слова ничего не значат. И умственные концепции ничего не значат. Только когда человек привыкает действовать определенным образом, можно сказать, что он что-то действительно понял, что он стал истиной. Когда он действует как истина, значит он стал истиной. Вот такая дана нам дорога, и она совершенно не изменилась за тысячи лет, с тех пор, как была поведана Пуруша Сукта. Потому что, ну вот, в принципе, истина не стала какой-то другой, но у нас появилось много новых слов и много новых образов и метафор, чтобы о ней рассказать, чем мы пользуемся. Наверное, это чем-то нам поможет потом, когда-нибудь. Все, вопросы, замечания, дополнения. Да. люди обычно боятся неизведанного, но того, чего мы не знаем. Как пример, даже в фашистской Германии люди выбирали скорее расстрел, чем выйти за дверь, где им говорили, что они там просто знают какой-то опыт. И, соответственно, как бы мы истины не знаем, то есть мы не стремимся, чтобы пытаемся узнать. как ее не бояться? Как его не бояться? Как избавиться от страха, что вот что-то, как, ну, я куда-то вот выйду, где я не знаю, что, да, и что там будет, например, еще хуже, или что-то неизведанное, плохое. бывает иногда такое ощущение, что ты боишься того, чего не знаешь. Да. Да. Тут вроде кажется, что все ясно, под зеркала зеркала, но я хотя бы понимаю, о чем речь идет. Да. Да, это страшно. В этом мире, ну, мы привыкли, мы как-то обжились здесь, примерно понимаем, что ожидать. Как-то так. Когда в какую-то другую реальность выходишь, там оказывается, что действуют другие законы, другие персонажи, и ты не совсем понимаешь, с чем ты там можешь столкнуться. Это страшная вещь, действительно, да. И действительно, многие люди предпочитают вот как-то дожить, прожить свою жизнь, не высовываясь за пределы вот отерченного круга. Ну, что делать? Страшно. Страшно, но надо. Не, ну, мы действительно, мы все боимся, поэтому мы в своем кругу, например, страшно очень покидать круг близких, семью, допустим, какие-то свои укорененные социальные отношения. Что уж говорить о выходе в какие-то другие миры, когда мы даже вот свое какое-то узкое общество людей покинуть очень боимся. Даже оно на самом деле не очень хорошее. Вот человек живет, у него район такой не очень хороший. И там у него друганы такие, не очень тоже хорошие друганы. Иногда бьют, деньги отнимают, иногда пьют вместе, иногда там общаются хорошо. Но они не очень, не самые лучшие люди, он это понимает. И он их сам боится немножко. Но с другой стороны, он их знает давно. Ему говорят, да брось их, уезжай там в другой город. Как я буду там в другом городе? Как тут у меня вон Славка, я пошел, зашел к Славке там, а там как я буду? Вот. Поэтому нам в другой реальности обязательно нужен проводник. Нам нужен свой Славка там в другом городе. Вот в этом все дело. Конечно, нам-то одним страшно. Даже у Карлоса Кастанеды это есть, да, что если ты выходишь в астральный мир, то если ты не находишь там себе друга и проводника, то кранты тебе. Там тебя никто не ждет, никто не любит тебя, никто не рад тому, что ты пришел. тебе нужен друг, проводник. В духовном мире все рады, что мы пришли, но до духовного мира очень много еще промежуточных ступеней, где душа подвергается довольно суровым испытаниям. И вряд ли она может их пройти без проводника. помните божественной комедии у Данте тоже был проводник, да, помните? Без проводника вот в другом мире оно никак. Вот в этом смысл того, что нам советуется прилепиться к святому, к учителю, к какому-то человеку, кто прошел путь хотя бы дальше, чем ты. в идеале, который уже сошел с духовного плана, но не обязательно. Хотя бы тот, кто прошел дальше, чем ты, который хотя бы может тебя провести до определенного уровня, а дальше, если это настоящий проводник, он не станет тебя держать около себя, он передаст тебя другому. Он покажет тебе направление, и отдаст тебя другому. Без проводников мы, конечно, слепы. Вот поэтому единственная возможность избавиться от страха, это найти проводника. Арджуна тоже говорит, как, вот, ките, мне страшно, я не знаю, что делать. Я не знаю, что будет, я не знаю, что делать. Мы зря с тобой это все затеяли. Но я предаюсь тебе, пожалуйста, веди меня. Вот, чтобы избавиться от страха, нужно доверие какому-то очень хорошему проводнику, с которым мы вот можем закрыть глаза, дать руку и идти. но сам этот акт придачи себя в руки проводника, он очень важен, очень сложен, и это не значит, что его надо делать необдуманно. поэтому так. Да? У меня такой вопрос возник поистину. У меня сразу сложилось некоторое представление. Вот оно хотя бы частично является правильным, то есть, если мы должны стать абсолютно истинными, получается, мы должны во всех областях внешне соответствовать тому, что у нас как бы внутренне. Это правильно? Вы какую внешность имеете в виду? Ну, я на таком, на материальном уровне сейчас имею в виду. На материальном уровне нет истины? Я к тому и говорю, что это не является истиной, когда человек начинает менять свое мировоззрение, но при этом не скрывает того, что у него действительно внутри находится, а вот как начинает вести себя, отражая с потрохами все, что у него внутри, то есть, не скрывая как бы того, что есть. Это тело не истинно. Мы не можем привести свое тело в соответствии с истиной. Веданта сутри даже говорится, что даже великие боги отбывают свой срок до завершения своих полномочий. Так адейнофоризм переводится. Даже такие боги, как Брахма, они находятся в материальном мире до завершения своей миссии, но полную истину они обретут только там. свою истинную сущность даже Брахма обретет только там. Вот в этом есть афоризм Веданта сутри, который об этом говорит, что даже боги здесь отбывают срок. Мы не можем здесь, даже тело Брахмы, оно не является истиной. Здесь все формы не являются истиной. поэтому мы не можем здесь ожидать, что мы какую-то внешнюю формальную деятельность или образ жизни найдем, или образ себя построим, который будет истиной. Нарисуем себе, не знаю, макияж сделаем, как гопи. Я стал истиной, я теперь гопи, Кришна меня любит. Нет. Здесь нет этого. Мы должны мириться с этим телом, с его окружением и с его кармой, если вы об этом, да? А духовную жизнь лучше, как сказать, это должна быть тайна. Понимаете? Вот я вам посоветую, лучше храните свою духовную жизнь в тайне, не на показ. Понимаете, это сокровенная вещь. Вы не можете ее везде всем показывать, проверять ее или как-то. Она у вас нет столько силы, она быстро кончится. На первом уровне мы должны очень охранять свою духовную жизнь, охранять свою слабую веру, слабую веру, свои зачатки духовного понимания мы должны охранять. Не выставлять на показ, потому что подвергнувшись жестоким атакам со стороны внешнего мира, они сойдут на нет. Мы должны хранить это внутри себя. И вот как-то так, внутри себя пытаться вырастить, когда это станет более крепким, когда это станет естественным, оно само проявится. Не спешите. Да. Еще хотел вопрос про имперсонализм. Что такое имперсонализм вообще? Потому что, например, вчера была лекция, старший предан рассказывал о том, что даже религиозные течения, которые в принципе придерживаются очень высоких моральных стандартов, они могут и являются имперсоналистичными. Потому что я, например, думал, что имперсонализм это совсем деградированное поведение людей, когда они воспринимают мир как автомат с газировкой. Там монет покидаешь или какие-то способы, чтобы получить что-то от него. Как? Почему это? Андрей, зовут Андрей. Мой брат в Боге старший. Очень опытный, давний рейшнав, очень мягкий, очень добрый, прекрасный человек и проливал милость всегда на нас и на меня тоже. И у него большая реализация, потому что он очень глубоко понимает на самом деле духовный путь. Ну знаете, мы просто часто этим словом имперсонализм пользуемся не в прямом значении. Что вот не личностное отношение, автомат с газировкой и так далее. Ну в какой-то степени это тоже допустимо, не страшно во всяком случае. Но если быть строгим, то имперсонализм в философском смысле это монистическое философское такое как бы религиозное течение, которое утверждает, что в конечном счете Бог и человек это одно и то же. Что в конечном счете человек, душа, то есть растворяется в духовном бытии и теряет свою индивидуальность. Вот в принципе все. А персоналисты говорят, что нет, что и душа, и Бог существуют вечно, предвечно, вернее, Бог существует предвечно, душа существует вечно, и что они не теряют своей индивидуальности даже на стадии освобождения. В принципе, на этапе стремления освободиться от материальной природы практики и даже некоторые философские положения об иллюзорности этого мира у обоих школ схожи. Наверное, главная разница в конечной цели. конечная цель либо слиться с абсолютом, потерять свою индивидуальность, либо все-таки признание того, что индивидуальность, она вечно существует, соответственно, и духовное многообразие. Вот как бы такой философский аспект. Конечно, сейчас многие философии, даже религиозные, они заражены этим имперсонализмом, но для того, чтобы нам стать еще настоящими имперсоналистами, ну, нам тоже далеко. Мы пока просто вот, нам здесь нравится. Я хотел сказать об этом спросить, по той причине, что мне всегда казалось, что Верховный Господь есть абсолютная истина, а как бы стать абсолютной истиной, это логично стать Верховным Господом, то есть получается такой имперсоналистический подход, хотя стих ну, вообще самого подразумевая, ну, Хагладгита подразумевает, что имперсонализм, ну, то есть она не имперсоналистична, скажите. Ну, войти в духовный мир, это не обязательно потерять личность. Традиционный пример, который приводит вайшнавские ачарии, когда птица влетает в крону дерева, кажется, что она слилась с нею, на самом деле и птица, и крона дерева продолжает существовать, просто птица находится там, дерево, то есть так же, когда человек входит в духовное бытие, он не становится ничем, он просто входит в естественное для себя существование. Но, я повторяю, это вот такое практическое и философское различие между двумя школами, но на этапе освобождения от материальной природы, тем не менее, есть много общего. Хотя сейчас разница стала более яркой, потому что мы, веря в личного Бога, и в освобождении полагаемся на Его милость. Вот в этом еще сейчас разница. Поскольку мы сейчас очень плохо подготовлены для того, чтобы следовать духовным практикам, для того, чтобы освободить свой ум, сознание от путь материи, то мы в основном полагаемся на милость Бога, поскольку мы верим, что это личность, что это не просто какой-то абсолют, которому по большому счету все равно. Это Бог, это личность, это как наш родитель, он ждет нашего возвращения домой, поэтому мы персоналисты обращаемся к Нему. Пожалуйста, помоги, очисти нас, забери нас. Вот в этом еще большая разница, да? А имперсоналисты полагаются на силу какой-то практики. Мантры, аскезы, изучение философии, медитация. Понимаете? А мы не можем. Все, кто любит Бога, даже православные христиане, когда к Богу обращаются, они сами того не понимают, стараются обратиться к персональной личности, хотя у них и нет представления. Конечно, искренне верующие любой религии обращаются к личности, обращаются к Богу как к личности, как к высшей личности, не как к чему-то, какому-то, не знаю, принципу. В этом вся наша надежда, что Он личность. Если Он не имеет качеств личности, то у нас нет никакой надежды, мы здесь навсегда. Наша единственная надежда, что Он личность и что Ему присуще качество личности, любовь, милосердие, сострадание. У потоков сознания и ослепительного света может быть любовь, сострадание. Нет, там уже ничего нет, там просто... В этом наша единственная надежда в том, что Он является личностью и в том, что Он может нас помиловать. Как вот преступники. Бывают преступники, осуждены, все плохие очень люди, но у них есть последнее средство королю или президенту обратиться с просьбой о помиловании. И поскольку есть король и президент, а не просто какая-то вот система, допустим, вот знаете, вот какая-то вот, как вот Карма Канда, да, или философия Мимамса это представляет. Вот такая система, нажми на кнопку, получишь результат. Вот. Что вот преступник, допустим, совершил вот такое-то действие. Оба его описание преступления в компьютер заложили. Компьютер посчитал, Здесь, значит, это скидка, здесь облегчающие обстоятельства, здесь отяжеляющие обстоятельства, там, два держим, три в уме, это на то. Лист такой, распечатка вышла, да, 12 лет строгого режима. Ну и все, а что, компьютер уже посчитал, все учел, все данные в него ввели. Вот, это очень грустно, потому что мы очень грешны, и мы заслуживаем очень тяжелого наказания. А пока мы будем здесь отбывать наказание в материальном мире, мы еще, как бы, мы плохо себя ведем, мы добавим себе еще. и будет постоянное сложение наказаний. Есть такой термин уголовный, сложение наказаний, когда преступник сидит в тюрьме и там умудряется еще что-нибудь сделать. Сокамерника зарезать. Вот он уже сидит за убийство в тюрьме, уже дали ему 15 лет, он зарезал в тюрьме сокамерника. Ну как, оставалось год на волю, он зарезал сокамерника. Ну что делается, вот к этому году прибавляются новые 15 лет. И так можно вечно до самой смерти сидеть. Вот мы такие преступники, которым постоянно добавляется срок преступления. Как снежный ком, да, мы попадаем в такое, такие условия, где... Поэтому у нас единственная надежда на то, что Бог это личность, что наше прошение о помиловании будет рассмотрено. А так, большой надеждой, что мы своей аскезой и медитацией добьемся этого. Не знаю. Я вот на Икадыше пощусь. Один день в две недели, один раз. Это реально сложно. Это реально сложно. Хочется жрать постоянно вообще все. А как там эти мистики там? Сколько... Несколько месяцев на воде, это так предварительная такая. Мы ни аскезы не можем соблюдать, ни... Но зато вот у нас есть возможность обратиться к Богу. В этом наш шанс. Сами мы вряд ли. Есть просто те, которые не обращаются к Богу, сидят в этой тюрьме и говорят, мы не будем обращаться к Богу, мы очень гордые, но мы своим хорошим поведением заслужим. Ну, тоже могут заслужить. Ну, сложно вообще. Да. Спасибо за очень важную информацию. Спасибо. Знания. Его еще нужно правильно понять. Хочется больше практического применения, вот, о практическом применении узнать. С джапой понятно, с каким-то служением или совместным испованием, с общением с преданными понятно, что это автоматически жертвоприношение яги. Остальная же жизнедеятельность тоже потихонечку нужно сдвигать в сторону яги, то есть, ну, такой, как практически это делать, например, ну, пример с работой. Идешь на работу, там, вспоминаешь о том, что ты не для себя это делаешь после работы. И достаточно ли это как-то, ну, просто в голове проговаривать, не знаю, обращаясь в мыслях. Или нужно просто, там, допустим, поработав, приходя домой, к автарю делать какие-то еще определенные действия, хотя бы там прочитывать на мою лишь нападая, как бы осознавая, что это служение учить. Я работаю. Экспедитор. Дедневка. Ну, надо становиться брахом. Качество брахмана описано. Стать брахманом это предварительная квалификация для того, чтобы ну, вот, как-то стать истиной. И это не значит, что для того, чтобы стать брахманом, нужно бросить там все остальное, сидеть, читать мантры и книги и все, больше ничего не делать. Вот такое у нас складывается впечатление иногда, да, о том, что вот брахмана только учит всех и книги читает, и мантры читает, и больше ничего. А как-то вот его вопросы жизнедеятельности, жизнеобеспечения решаются сами собой. Но это, знаете, такая иллюзия, которая не основана ни на чем, в том числе она не основана на реальном, ни на писаниях, ни на реальном опыте существования более-менее Варнашрама Дхармы. Реальные, настоящие брахманы в более-менее ведические времена почти все полностью поддерживали себя сами. Вот такой я вам открою секрет. Реальные, живые, настоящие брахманы часто жили даже в деревнях отдельных. Были такие деревни брахманов. Даже в Средневековье они сохранялись и об этом есть много свидетельств. И вот в деревне брахманов как вы думаете, кто готовил еду? Кто убирал за коровами навоз? Кто взбивал йогурт из молока? Вернее, масло из йогурта? Кто? Кто подметал улицы? Кто все это делал? В деревне брахманов. Иногда вот наше движение движение прапхупады сознания Кришны должно воспитать брахманов. Как вы можете быть все брахманами? Должны же быть у вас полы моют, шудры, или управленцы должны быть кшатрии, или кто-то деньги должен зарабатывать вайши и так далее. но ведические времена совершались огромные животоприношения. С точки зрения организации это как Олимпийские игры. Кто был организатором этого всего? Кто организационными вопросами занимался? Как вы думаете? Брахманы. и большую часть работ совершали брахманы. Да, брахманы иногда какие-то брахманы собирали какие-то пожертвования, получали что-то от царей, но не всегда и не обязательно. Ну и к тому же царь какой-нибудь даст брахману пожертвования, даст ему 10 коров. Дальше что? Эти 10 коров они что? Они сами будут как бы кушать и давать молоко, сами себя доить будут? Нет. Далеко не все брахманы имели слуг из других сословий. Да, некоторые брахманы имели слуг. Некоторые брахманы имели много учеников, которые помогали им таскали дрова, доили коров и так далее. Ну в определенном возрасте, а в более раннем возрасте этот сам брахман был таким слугой другого брахмана, поскольку это обязанность брахмачаре, это уже не сословное, а возрастное. Но довольно много брахманов было, бедных брахманов, обыкновенных брахманов, у которых не было ни слуг, ни кучи учеников, ни богатых пожертвования царей, и мы видим множество таких примеров в Пуранах, в исторических просто свидетельствах даже материально-исторической науке. Поэтому давайте начнем с того, что когда мы говорим, что надо стать брахманом, это совершенно не означает, что кто-то значит возьмет заботу о вашем содержании на себя, что если я брахман, значит как-то это все должно само собой происходить. Нет, это конечно само собой происходит, но в том смысле, что вам даны возможности содержать себя какой-то деятельностью, вы это и делаете, и все. Просто брахман, он не очень, что отличает брахмана от другого? Брахман, система сословий такова, что брахман может выполнять все нижестоящие обязанности, а вот нижестоящий не может выполнять вышестоящий. Брахман может быть и кшатрией, и вайшей, прошу, я чуть-чуть позже скажу, что такое, да, а вот кшатрия не может быть брахманом. Кшатрия может быть вайшей и кшатрием, а вот вайшей не может быть кшатрием. То есть тот, кто находится на высоком уровне, он может исполнять более низшие обязанности, потому что они включены, это как матрешка, да, в большой матрешке есть маленькая матрешка, а в маленькой матрешке нет большой матрешки. Единственный запрет в ведах состоит на то, что брахман не должен заниматься наемным трудом, как шудра. Но здесь мы должны сделать какую-то на самом деле скидку, потому что имеется ввиду, шудра были лично в зависимости, имеется ввиду, что брахман должен сохранять личную независимость, он не должен быть личным слугой кого-то недуховного человека, он может быть личным слугой брахмана, саньяси, гуру, но он не должен становиться личным слугой какого-то материалиста. А когда человек шудра, в смысле когда он наемный слуга, то он не может обладать хорошими качествами, потому что он всецело зависит от своего господина, он потерял свою свободу. Ему брахман поэтому не может идти в мафию шестеркой. Если он может идти в мафию, то только главарем. Он должен сам устанавливать правила, да, в этом смысл, потому что шестерки скажут убей, он должен убить. Брахман для того, чтобы сохранять чистоту, должен сохранять свободу. Вот только в этом смысл наставления, что брахман не должен занимать позицию шудрой. Почему? Потому что брахман это разумный человек. Предполагается, что он может сам отвечать за свои поступки, и он может сам понимать, что хорошо, что плохо. Он сам решает. Поэтому он сам в своей жизни решает, я буду делать так, я буду жить так, я буду делать так, потому что я разумный, я брахман. Я читал в книгах, я знаю, как правильно, мне не надо говорить, как я должен жить. Во всяком случае, не все мне могут об этом сказать. А шудра это человек зависимый, это человек, который по определению не знает, как нужно делать, и он должен быть по чьим-то присмотрам, и кто-то ему должен говорить, так делай, так не делай, иди туда, туда не иди, сиди здесь сейчас, сейчас здесь не сиди. Вот. Поэтому в этом смысле брахман не должен быть шудрой. Сейчас же наемный труд, во-первых, сейчас 99% всего труда, так или иначе является наемным трудом. Поэтому здесь кажется, что вообще невозможно. Но с другой стороны, сейчас же наемный труд не тот. Сейчас отношения между работодателем и работником скорее такие контрактные. Это же не рабство, это же не если он же не может вам он же только в рамках вашего трудового контракта, он же контракт. экспедитор, у меня в контракте это не записано. И это первое, что договорные отношения, поэтому нельзя так просто считать, что всех, кто сейчас работает по найму, сразу автоматически это Шудра. Это сейчас не то время, другие отношения, контрактные скорее. Шудра не было с господином отношения, ну типа контракт. И второе, что вы можете всегда оставить работу. Это тоже у вас есть личная свобода. Если ваша работа такова, которая несовместима с вашим нравственным каким-то обликом и с вашими нравственными представлениями, то вы можете ее оставить. Поэтому надо становиться брахманом в своей жизни. И брахман может выполнять все нежестоящие виды деятельности, но отличие брахмана в чем? В том, что он себя с ними не отождествляет. И не только когда он едет на машине или копает землю, или доит корову, или подметает двор, он не отождествляет себя с этим действием. Но даже когда он дает наставление или разжигает священный огонь, он все равно не считает себя делающим. Брахман это тот, кто понимает, что он есть брахман, что когда брахман, то есть дух, что бы он ни делал, он понимает, что это просто органы чувств соприкасаются с объектами чувств, что действуют гуны материальной природы, а меня вообще здесь нет. Это тело, это маленькое зеркало, в котором отражается моя истинная духовная сущность, находящаяся не здесь. Так что здесь я просто буду выполнять свои обязанности, но центр своего сознания буду выносить за пределы этой деятельности. Но конечно желательно все-таки отказаться от какой-то явно греховной деятельности она мешает. На самом деле это все равно просто она загрязняет все. На самом деле Кришне неважно, просто это нас самих загрязняет. Поэтому продолжайте выполнять свои обязанности, но старайтесь освободить свой ум, свое сознание. И придет время, ваше сознание приведет вас в то место, которое будет соответствовать вашему уровню сознания. Если для этого нужно будет изменение каких-то внешних условий жизни, оно произойдет. Если мы полагаемся на Бога, мы молимся Богу, если что-то действительно для нас нужно, и мы этого заслуживаем, и мы к этому готовы, то примите саньясу и поедете путешествовать. Пока стараться слушать преданных, служить преданным работодателям, чисто бизнес, ничего личного. Надо иметь нормальные деловые отношения со всеми окружающими нас людьми, но не пускать их сильно к себе в душу. Не надо проповедовать неготовым людям, не надо слишком много о себе рассказывать, надо хранить свой слабенький огонек преданности под защитой, беречь себя, а внешне быть просто вежливым джентльменом, и не более того, а в сердце допускать только тех, кто может вас на самом деле понять. Берегите себя, все, на этой прекрасной ноте мы закончим. Вся слава Шриле Прабхупаде, Шри Шри Говори Нитая Акинч. О, ой, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.